МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Президент Беларуси встретится сегодня с премьер-министром Пакистана Александром Лукашенко и Навашариф. Проведут переговоры вначале в узком, а затем в расширенном составе. Высокий гость пробудет Беларусь до 12 августа. За это время он также проведет ряд официальных встреч, посетит машиностроительные предприятия, выступит с лекцией в Белорусском государственном университете. Напомню, в мае в Исламабаде с официальным визитом побывал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он провел переговоры на высшем уровне. Вместе с главой нашего государства в Пакистане находилась большая белорусская делегация, министры, предприниматели, руководители крупных государственных и частных структур. Было заключено более 20 контрактов на сумму около 60 миллионов долларов. Тот факт, что премьер-министр принял приглашение президента и приезжает в Беларусь спустя два месяца после визита президента Республики Беларусь, Пакистан, говорит о многом. Это значит, что обе страны видят потенциал развития сотрудничества, видят те направления, которые можно и нужно развивать. Уже подписан 21 документ о сотрудничестве между двумя странами и готовится заключение многих других соглашений в области экономики, дипломатии и других сфер. Беларусь предлагает Пакистану сотрудничество в разработке месторождений полезных ископаемых. Об этом сегодня шла речь в Минске во время заседания Белорусско-Пакистанского делового совета. Стороны также обсудили вопросы поставок машиностроительной техники и продовольствия. Мы договорились обмениваться деловой информацией на регулярной основе. Мы договорились о том, что будет изучена возможность проведения национальной экспозиции Республики Беларусь в Пакистане в следующем году. Договорились также об обмене деловыми миссиями, которые будут направлены как с пакистанской стороны в Беларусь для участия в наших мероприятиях. И в первую очередь в отраслевых наших выставках, таких как Белагра, промышленный форум и другие отраслевые выставки. Точно так же и поездки белорусских заинтересованных предприятий в Пакистан. Деловой разговор между странами будет продолжен. Завтра в Минске состоится двухсторонний бизнес-форум. Планируется, что в его открытии примет участие и премьер-министр Пакистана. Стороны заинтересованы в сотрудничестве в таких сферах, как химическая и текстильная промышленность, машиностроение, строительство, сельское хозяйство. Добавлю, сегодня в Минске открылось и первое заседание совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. На повестке дня расширение взаимодействия по разработке и организации производства современных микро- и нанотехнологий. А также сотрудничество в сфере геологоразведки. Сегодня в Минске возложили цветы в честь 206-летия независимости республики Эквадор. На торжественную церемонию в сквере Симона Боливара собрались дипломаты, представители Министерства иностранных дел Белоруссии. Минобороны Симон Боливар, известный политический деятель и военный стратег, освободил от испанского господства в начале 19 века Венесуэлу, территорию современной Колумбии. Панама и Эквадора. Сегодня эти страны Латинской Америки активно развивают сотрудничество с Белоруссией. В частности, Эквадор, помимо совместных бизнес-проектов, готов расширять двусторонние отношения в области машиностроения, фармацевтики и науки. После открытия в 2013 году в Минске посольство Эквадора наши взаимоотношения вышли на новый уровень. У нас много совместных проектов, которые реализуются в нефтегазовой сфере, в сфере транспорта. И сегодня будет подписано первое соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Таким образом, мы делаем ставку на белорусские технологии и белорусские знания. К событиям в Украине. Донбасс снова под обстрелом. Есть разрушение и пострадавшее. Зафиксировано прямое поптание в жилой дом. Тем временем неизвестно. Обстреляли автомобилю БСЕ. Артиллерия атаковала и город Ясиноватый. Огонь ведется со стороны Авдеевки. Снарядами повреждены линии электропередачи. Некоторые районы и вовсе обесточены. Ранее массированной атаке подверглась Горловка. В результате погиб один человек. Всего за минувшие сутки режим тишины был нарушен более 120 раз. В Турецком Стамбуле прогремел взрыв в полицейском участке. ЧП произошло на востоке города, в результате которого три человека погибли, еще 10 получили ранения. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. После детонации в здании начался пожар. Взрывная волна также повредила несколько соседних строений и 20 припаркованных поблизости автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Полиция ведет поиски преступников. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Международный аэропорт Брюсселя блокирован из-за утечки газа. Перекрыта и автострада, ведущая из столицы Бельгии в воздушную гавань. Попасть в аэропорт или покинуть его на машине невозможно. Единственной транспортной линией остается трасса скоростных электропоездов. Отмечу, блокировка воздушной гавани пока не сказалась на времени прилета и вылета воздушных судов. Однако коррективы в расписание могут быть внесены в ближайшее время. В американском Фергюсоне проходит массовая демонстрация. Свыше тысячи человек вышли на улицы, чтобы почтить память темнокожего подростка, убитого офицером полиции год назад. А также привлечь внимание к жестокости стражей порядка и дискриминации, которая существует в стране и затрагивает темнокожих. В ходе протестов два человека получили огнестрельные ранения. Другие подробности пока уточняются. Сегодня в городе также проходят различные памятные мероприятия. Отмечу, в прошлом году после этого инцидента десятки тысяч американцев вышли на улицы с призывом наказать убийцу подростка. Однако позднее притяжные решили, что офицер не должен отвечать за смерть темнокожего мальчика. Правительство Великобритании проведет массовые проверки для выявления нелегалов. Сотрудники миграционной службы особое внимание уделят проверкам работодателей строительных компаний, а также фирм, которые оказывают услуги клининга. На осень намечена публикация положения нового закона об иммиграции. Он будет направлен на борьбу с теневой экономикой, где чаще всего задействованы нелегальные мигранты. Закон также не позволит людям, незаконно пребывающим в стране, открывать счета в банках, получать водительские права и обяжет арендодателей проверять статус квартирантов. Ранее глава МИД Великобритании заявил, что наплыв беженцев из стран Ближнего Востока и Африки грозит подрыву уровня жизни и социальных структур Евросоюза. На юго-востоке Китая бушует мощный тайфун. Жертвами стихии стали как минимум 12 человек. Еще около 200 тысяч мирных жителей эвакуированы. Боря привела к сильным наводнениям и селям. В некоторых регионах провинции за сутки выпало полметра осадков. Это рекордный показатель за последнее столетие. Без электричества остались более двух миллионов домов. Предварительная оценка ущерба тайфуна составила около 40 миллионов долларов. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ. Белорусские аграрии перешагнули 6-ти миллионный рубеж по намолоту зерна. Пока позволяет погода, они проводят в поле весь световой день. Максимально задействована и техника. При этом вклад хлеборобов Минской области почти полтора миллиона тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. Урожайность по сравнению с началом уборочной кампании выросла и сейчас составляет 37,5 центнеров с гектара. Самый высокий показатель на Гродненщине. Там с гектара удается поднять свыше 50 центнеров зерна. Неубранными в стране еще остаются чуть более четверти урожайных полей. Ближе остальных к завершению жатвы Гомельска и Брестские регионы. Там хлеборобам осталось убрать менее 10% площадей. Следом идут Могилевская, Минская и Гомельская. А вот на Витебщине предстоит обработать еще более половины полей. Белорусская погода продолжает покорять очередные температурные вершины. Атмосферные рекорды синоптики фиксируют уже четвертый день к ряду. Так в минувшее воскресенье в Минске побит рекорд дня 86-летней давности. А в Бресте и вовсе за весь период метеонаблюдений 36,7 градусов выше нуля. Температура и сегодня в большинстве районов приблизится к отметке в 35 градусов. В стране объявлен красный уровень опасности. У нас установилась аномально жаркая и сухая погода. Поэтому было объявлено штормовое предупреждение красный уровень опасности. То, что по всей территории республики ожидается температура воздуха плюс 30-36 градусов. Во второй половине недели также погода существенно не изменится. В большинстве районов будет стоять 30-градусная жара. Ниже немножко вот эта вот 30-градусная жара спадет по северо-востоку. Там температура воздуха ожидается 26-28, но все равно это выше климатической нормы. С установлением жаркой погоды на тысячу вызовов скорой помощи один приходится от пострадавшего в результате теплового удара. Создан резерв бригад скорой помощи и усилена работа приемных отделений больниц. Дополнительные машины не от ложки дежурят вблизи водоема. В Беларуси максимально усилено патрулирование лесов, в том числе на территориях, граничащих с Украиной и Россией. Пожароопасная ситуация сложилась и в соседних государствах. В Беларуси еще с прошлой недели введен запрет на посещение лесов. Нынешним летом в стране уже произошло около 600 пожаров. Больше всего от огня пострадали зеленые насаждения в Гомельской области. Несколько было и в минувшие сутки. Спасателям пришлось ликвидировать около 50 очагов возгораний экосистемы. Несколько пожаров остаются непотушенными по сих пор. Полсотни ребят из Китая сегодня станут гостями самого знаменитого белорусского детского лагеря. На берегу озера Нарач они проведут целую смену. Это своеобразный ответ, ответный жест китайской стороне. Белорусские дети оздоравливались в Поднебесной в прошлом году. В Зубрюнке гостей ждет увлекательная программа. Запланированы экскурсии, которые познакомят с историческим и культурным наследием Белоруссии. И последнее. В Великобритании прошли и ставшие уже традиционными гонки на газонокосилках. В скорости передвижения на этих машинах и одновременном мастерстве маневрирования соревновались 37 команд. Все как и в больших гонках. До заправки, замена колес. Заезд продолжался 12 часов, на которое пришлось и ночное время. Победителями оказались гости из Люксембурга. Они установили рекорд этих соревнований, проехав 506 километров со средней скоростью 67 километров в час. Такова информация на этот час. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск в 16.30. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова